Айгуль Стамбекова Чистим котлы. 105 многоэтажек в этом году должны подключить к городской теплосети. Хочу в больницу. Откуда в социальных сетях появилась информация о нехватке койк в больницах Алматинской области? И кем они заняты? Во благо общества. Меценат пополнил автопарк Капшигайской больницы ретромобилем. Казахстан Пандемия коронавируса изменила привычный уклад жизни не только наших соочистников, но и всего человечества. Об этом заявил президент Казахстана Касым Жомар Токаев, давая интервью республиканской газете «Анателя». Однако у каждого государства есть свои особые ценности, и период испытаний и сложностей не должен позволить нам их растерять. Так разговор коснулся государственного языка. Казахский язык должен стать престижным, востребованным в нашем обществе, говорит президент. При назначении на государственные должности, особенно сопряженные с общественными коммуникациями, предпочтение отдавает тем, кто наряду с профессиональными качествами хорошо владеет казахским языком. Рассказал глава государства и о празднествах. К примеру, даже в условиях пандемии некоторые граждане в своих письмах просят его разрешить проведение тоев. На что он ответил. Сейчас не время проводить тои, а труд, как образ жизни, должен выходить на первый план. В целом государство обязано слышать законные требования своих граждан, идти на встречу в рамках имеющихся финансовых и правовых возможностей. Молодым людям нужно создавать социальные лифты, следует вовремя исправлять ошибки в государственном управлении и идеологической сфере. Если это войдет в практику, то справедливость в продвижении идейных и креативных лидеров безусловно восторжествует, о чем я говорил в своей предвыборной платформе, отметил глава государства. В рамках диалога затронуто немало важных социально-культурных аспектов и будет предпринят ряд мер для достижения поставленных целей. Продолжаем выпуск. Подготовка к следующему отопительному сезону началась в Алматинской области. 9,5 миллиардов тенге направят на ремонт системы отопления, закуп угля и мазута, а также дизельного топлива. Немало и новых объектов, которые предстоит обеспечить теплом в новом сезоне. 105 многоэтажных домов предстоит в этом году подключить к центральному отоплению. Казалось бы, на городские сети должна лечь дополнительная нагрузка, однако вместе с тем 95 многоквартирных домов будут подключены к природному газу. И все эти работы нужно провести в летний сезон. Кроме того, необходимо в теплое время года обеспечить топливом регионы. Есть далекие районы, где нет тупиков. Уже сейчас туда нужно доставлять уголь, чтобы уже сейчас люди закупались. С первым снегом из-за высокого спроса посредники начнут поднимать цену. Во избежание ажиотажа в будущем, уже сейчас начинайте работу с людьми. Каждому сельскому Акиму скажите об этом. Особое внимание Акимов, районов и городов в эти дни должно быть уделено единому тестированию. Из-за пандемии в два раза увеличилось количество дней проведения тестов. На сегодняшний день прошли экзамен около 6000 абитуриентов. Средний балл их знаний будет определен лишь только после 5 июля. Однако свои результаты каждый абитуриент может узнать на сайте testcenter.kz. Посетить его могут и родители, чтобы узнать, за что удалили из аудитории и аннулировали результаты его чада, поскольку весь процесс фиксируется видеокамерами. Самое главное, мы проводим честные процедуры по сдаче единого национального тестирования. Везде видеокамеры установлены, в каждом кабинете. Родитель, если хочет посмотреть, как сдается ЕНТ, он может зайти на сайт и все это увидеть. Контролировать аппарату Акима области нужны и работу, проводимую по программе «Дорожная карта занятости», благодаря которой в сложный период населения не осталось один на один с проблемой трудоустройства. В области создано более 11 тысяч рабочих мест. Через центры занятости уже трудоустроены 5,5 тысяч житесудцев. План исполнен на 53%. Всего через ДКЗ до конца года работы обеспечат свыше 23 тысяч граждан. Алексей Цойм, Адибай Бусынов, телеканал ЖТСУ, Тауды Круган. Автопарк Капшигайской городской больницы пополнился еще одним автомобилем. Причем не обычной каретой скорой помощи. Теперь на страже общественного здоровья будет ретромобиль советских времен. ГАЗ-24 известный в народе под названием «Волга». Автомашина, оборудованная под медицинскую, технически полностью исправна. Молодежь, видя на дорогах города такой автомобиль, удивляется. И у взрослого поколения он вызывает улыбки и воспоминания о детстве. Ретромобиль будет в основном развозить лекарства, находящиеся на карантине. Такой щедрый подарок сделал местный предприниматель Мурат Сергибаев. Владелец ретромузея в Капшигай счел своим долгом помочь медработникам. Особенно в период пандемии. Отметим, в день поступает по 70-80 вызовов. Каждый вечер, каждый день они звонят, спрашивают, чем помочь, как вот именно происходит обстановка. Нам очень тяжело, но при поддержке Акима, при поддержке таких меценатов, как Сергибаев, я хочу сказать, мы победим пандемию коронавируса. Мы справимся с этой ситуацией. Спасибо большое за такую поддержку вам. Это заболевание, которое коронавирус, оно всех задело. В первую очередь медработников, которые с каждым пациентом могут то же самое подхватить это заболевание. Пусть им какое-то облегчение будет. Ну и тоже спасибо им, что они как на фронте, первый удар принимают. Если мы вот такие, у кого есть возможность, вот так потихоньку будем помогать и дружно, мы всегда победим, победим это заболевание. Самое главное, чтобы все были вместе, никто не болел. В пригороде Актау, поселке Акшикур, разгуливала львица. Кадры, на которых хищница ходит на одном из перекрестков пригорода, сняли очевидцы. В департаменте полиции Магистауской области сообщили, что инцидент произошел сегодня, 25 июня. Примерно в полшестого утра на пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что в пригородном поселке Акшикур свободно передвигается лев. Незамедлительно на вызов выехали руководство департамента природоохранной и сотрудники батальона патрульной полиции, сообщили в пресс-службе. Отмечается, что львица поймана, она здорова. В данный момент выясняется, откуда она появилась. Ватарау восстанавливает потерю ценных пород рыб после экологической катастрофы. Водоемы Урала-Каспийского бассейна выпустили больше миллиона мальков осетровых, сообщает корреспондент Хабар-24. Вырастили их на Урало-Отараусском осетровом заводе. Мощность предприятия свыше 4 миллионов молодей. Товарного с производством рыбы там занимаются уже больше двух десятилетий. Белуга, осетр и стерлядь. Для специалистов Урала-Отараусского осетрового завода горячая пора не только весной, когда рыба идет на нерест, но и сейчас, когда окрепшую молоть отправляют в свободное плавание. В Казыгурском районе разоблачили преступную группу скотокрадов. Поводом послужило заявление местного жителя, у которого в прошлом и нынешнем году с пастбища угнали целый табун 25 лошадей, стоимость которых составила 15 миллионов тенге. Стражи порядка прочесали весь Казыгурский район, проверили отдаленные хозпостройки и вышли на старенькую ферму, где и обнаружили спрятанных от любопытных глаз животных. Как выяснилось, скотокрады хозяйничали на территории Казыгурского, Сарагарского и Толибийского районов. Доказана их причастность к угону 300 лошадей. Они причинили ущерб сельчанам на 150 миллионов тенге. Украденных животных прятали, снимали с них тавро, везли на скотный рынок или пускали под нож. Сегодня страна отмечает 127-летие со дня рождения Макжана Жумабаева, казахского поэта, писателя, прозаика, одного из основателей новой казахской литературы. Ежегодно в творческих кругах проводятся встречи, в школах открыты уроки, посвященные жизни великого писателя. В этом году свои коррективы внесла пандемия, однако о его творчестве помнят потомки и исследователи его наследия. Работая на Неве просвещения, он выпустил такие труды, как родная речь в начальной школе, педагогика, обучение грамоте и другие. Им написано большое количество газетных и журнальных статей, подготовлен ряд учебников и методических пособий. Перу Макжана Жумабаева принадлежат поэма «Батар Баян», цикл стихов о Туркестане, стихи о Бахан Сере, Бухаджирау и множество других поэтических и прозаических произведений. Также он перевел на казахский язык многочисленные труды Лермонтова, Гейни, Байрона, Фета и других русских и зарубежных классиков. Макжан переводил учебники химии, математики, физики по естествознанию. Его переводы были нацелены на восприятие казахским народом. Сейчас не хватает исследователей трудов Жумабаева из-за того, что в Казахстане мало кто понимает арабскую вязь и сможет донести до читателей всю глубину произведений Макжана. А тем временем стражи порядка объявили план перехват. Убийца, скрывавшийся от погони, задержан в Алматинской области. Инцидент произошел 21 июня в Карасайском районе. У 44-летнего жителя поселка Абай рабочей бригадой строителей ввелся ремонт. В ходе распития спиртного между потерпевшим и одним из рабочих завязалась ссора. 22-летний житель города Шимкента, приехавший на заработки, ударил кухонным ножом потерпевшего в глаз. После чего выскочил на улицу и, угнав автомашину, хозяина скрылся. Раненый был доставлен в больницу. Увы, выжить ему не удалось. Принявший по рации сообщение экипажа роты патрульной полиции Борт-200, увидев на автодороге Алматы-Бышкек разыскиваемую автомашину, стал ее преследовать. Водитель игнорировал требования полицейских об остановке. Вскоре на помощь подоспели патрульные экипажа Борт-190 и Борт-24. Блокируемый полицейский мигонщик на 36-м километре в зоне ремонтных работ не справился с управлением и допустил опрокидывание, после чего был задержан. Сейчас по фактам уголовных правонарушений по статьям 99, часть 1, это убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, которое предусматривает меру лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. А также, согласно статье 200, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, это неправомирное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Проводится сейчас досудебное расследование. Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, сейчас он арестован. К другим темам. В больницах Алматинской области не хватает мест. Такая информация появилась и обсуждается в социальных сетях. Недовольные пользователи интернета возмещаются отсутствием коек, но врачи информацию опровергают. Места есть, однако госпитализировать будут не всех. Как и кого узнавал Дамир Анитов. В Алматинской области стремительно растет количество инфицированных COVID-19. На сегодня зарегистрировано 630 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 136 из них – дети. Статистика удручает. На фоне пандемии в социальных сетях все чаще появляются многочисленные посты с жалобой на переполненные больницы. Так ли это на самом деле? В это сложное время мы вынуждены адаптироваться под ситуацию. Есть много различных фейк-вбросов, что в больницах не хватает мест. Но это не так. Мы переквалифицировали большинство помещений больниц под стационары. Если раньше мы могли принять больных COVID-19 только в Талдыкургане, Карасайском и Имбекши-Казанском районах, то теперь повсеместно по всей области. На сегодня количество коек доведено до 1334. Заполняемость больными не только COVID-19, но и пневмонии на сегодня составила 75%. Еще 25% есть в резерве. Мы намерены планомерно создавать еще как можно больше мест. Благо, это в наших силах. Жалуются люди и на работу скорой помощи. Из-за многочисленных звонков фельдшеры чисто физически не успевают приехать на вызов вовремя. До 3000 вызовов ежедневно и 75 тысяч в месяц совершают кареты скорой помощи в Алматинской области. Это почти в два раза больше аналогичного периода прошлого года. Ежедневно лично я совершаю до 30-40 вызовов. Только приезжаем на станцию и уже новый вызов. Торопимся как можем, но, увы, иногда опаздываем. Люди жалуются, но мы просим отнестись с пониманием. Мы тоже люди, как и вы. Мы обязательно соблюдаем все санитарные нормы. Носим маски, специальные очки, костюмы, перчатки. Всего в Алматинской области 24 станции скорой помощи. В них трудятся до 163 медбригад. По словам старшего фельдшера, все больше людей при повышенной температуре сразу начинают паниковать и вызывать скорую. В первую очередь необходимо обратиться к участковому врачу. Он подскажет, какие меры нужно предпринять, рекомендуют они. Идет большой ажиотаж из-за того, что именно в такой период увеличились вызова по вирусной инфекции. Но это не обязательно не говорит о том, что это обязательно ковид должен быть. Там, ну вот из-за этого, наверное, больше у людей идет паника. Если человек болеет первый день, то можно в любой колл-центр обратиться или обратиться к участковому врачу. И они получат там консультацию или выезд на дом участкового врача. Если резко увеличилась температура, больной быстро оттяжелел, у него началась интоксикация, конечно, нужно сразу вызывать скорую помощь. Паниковать не стоит, призвали ответственные лица. Несмотря на рост инфицированных, врачи региона готовы оказать необходимую помощь каждому. В работе есть недочеты. Однако в нынешних реалиях без этого никак. Подытожили в облздраве. Дамир Анитов, Габид Кабдрахман, телеканал ЖИЦУ. Власти Греции начали операцию, название которой «Новый старт туризма». К сведению, четверть ВВП страны составляют те, кто приезжает в Грецию отдохнуть, насытиться впечатлениями и посетить знаменитые памятники культуры. Уменьшение числа путешественников отражается на всех сферах жизни. Это чувствуют и фермеры, поскольку на их продукцию у рестораторов падает спрос. И хотя план поддержки, в том числе и туристической индустрии, представленной Еврокомиссией, был одобрен Европарламентом, по мнению местных властей, этой помощи не будет достаточно, чтобы поддерживать отрасль в жизнеспособном состоянии. Мощное землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло на юге Мексики. В результате удара стихии обесточен город Оахака-де-Хуарес. Подземный толчок ощущался на территории нескольких регионов, в том числе в столице страны Мехико. Очаг залегал на глубине 5 километров. Эпицентр находился на расстоянии 23 километров от населенного пункта Круссито на Тихоокеанском побережье. По словам президента, землетрясение не вызвало заметного ущерба. Местные власти сообщили по меньшей мере об одном погибшем. Угрозы цунами у берегов Мексики нет. Об этом заявил национальный координатор сил гражданской обороны Давид Леон. Вторая волна COVID-19 грядет в Европе. В Германии с каждым днем растет число новых случаев заражения. На западе страны повторный карантин введен в двух районах для 360 тысяч жителей. После массовой вспышки коронавируса на местном мясокомбинате. В Италии, пострадавшей от инфекции стране и Европы, суточный прирост новых случаев заражения составил 122. Наилучшей ситуации и в Португалии. В стране за последний месяц зарегистрировано свыше 9200 случаев заражения. Большинство из них пришлось на столичный регион. Эксперты призывают быть бдительными и соблюдать санитарные требования. Необходимо быть готовыми ко второй волне COVID-19. Помним, гордимся, скорбим. В канун своего профессионального праздника на 1997 году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Гайси Гимбердиев. Он родился в колхозе Берлег Яны Курганского района Казлардинской области. В неполные 19 лет отправился на фронт. Воевал Гайси Гимбердиев на Третьем Белорусском фронте. В ходе сражения он был ранен трижды и каждый раз после лечения в госпитале снова возвращался на линию фронта. В числе боевых наград ветерана войны, ордена «Красная звезда» Отечественной войны первой степени, медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне. После военных годов Гайси Гимбердиев решил посвятить себя журналистике. 11 лет он возглавлял газету «Октябрь Туа». Коллектив телеканала ЖТСУ выражает глубокие соболезнования родным и близким ветеранам. Женская баскетбольная команда «Сдюша» проходит первый учебно-тренировочный сбор после длительного карантина в городе Текили. Направлен он на общую физическую подготовку игроков. Все чемпионаты отменены, но сборная не отчаивается. Появилось значительно больше времени на подготовку. Утро профессионального спортсмена начинается не с кофе, а с двухкилометровой пробежки в гору. А ведь до нее тоже нужно добежать. Такой вид тренировки поможет развить силу, выносливость и скорость. Учитывается и разреженность воздуха. А уже на возвышенности зарядка и обязательно беговые упражнения. Поддерживают спортсмены не только физическую форму, но и боевой дух команды. Каждая тренировка делится на три части – бег, отработка дриблинга и пасса и специальные упражнения в бассейне. Занятие спортом в воде является весьма эффективным методом поддержки физической формы. У нас проходит тренировка в бассейне. Она у нас заключена для закачивания мышц, для развития также выносливости и развития дыхательных наших сил. В прошлом сезоне мы хорошо сыграли и молодежку, и отыграли хорошо высшую лигу. Заняли первое место. Действительно, для девушек прошлый сезон оказался удачным. Первое место в молодежном чемпионате Казахстана и первая позиция в национальной лиге группы «Б». Это значит, что теперь сборная Алматинской области перейдет в группу «А». Там соперники сильнее и опытнее. Там косяки команды именно Астана и Павлодар, они составляют именно сборную, национальную сборную команду. Так что нам только готовиться и готовиться. Ну и на данный момент, что мы здесь, а именно способствует этому. После этого сбора мы должны были ехать в Алмату, но в связи с усилением карантинного режима соревнования перенесли около до августа. Но, в принципе, мы в этом видим только плюсы. Еще целый месяц мы, в принципе, в Талдокургане какую-нибудь облюбуем площадку баскетбольную. И, в принципе, хорошо технически подготовимся. По предварительной сетке чемпионат страны запланирован на сентябрь. Конкуренцию нашей сборной тогда должны составить чемпионы страны Астана Тайгерс, Павлодарский Иртыш и Кокшатаусская команда Синегорья. Алексей Цоя, Блэк Кутыкбай, телеканал ЖТСУ, Текили. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин